Здорово, Дневале, братья-казыки! Начинаем обучение по владению шашкой. Тактика, технические характеристики шашки. Шашка – это оружие с длинным клинком, состоит из лезвия, клинка и рукояти. Рукоять бывает двух типов – донская и кубанская. Вот эта кубанская шашка или кавказская, вот эта шашка – донская. Отличие в металлических частях рукояти. У шашки клинок состоит из рубильщего, ударного конца с центром удара, который находится приблизительно в пятене от носика, это на носик. И еще есть центр тяжести у шашки, завешивается таким вот образом. Для чего это надо знать? Чтобы удобно можно было владеть шашкой, чувствуя ее отрез, чувствуя ее замашистой. То есть для чего шашка нужна? Подходит она больше для фехтования или для удара, или это совместить в ней можно. Время – это замах. Почему случилось? А вам только не по маленькому. Вам простите. Сюда. Направо. Можно попросить? Чем ближе к центру тяжести к ручке, тем она больше фехтования. Чем дальше от рукояти в центру тяжести, тем она лучше будет для руки. Донская шашка имеет еще темляк. Темляк служит для того, чтобы оружие не было утеряно во время боя. Надевается на руку таким образом. Вот такая вот шашка. Для того, чтобы научиться рубить горизонтально, то есть почувствовать вот такая рука. Начинали учиться с простейшим. Врубить сройку воды. Вот это вот даже сройка. То есть не должно быть врубить. Еще есть шашки кучерные. Ей отрабатываются всевозможные фехтовательные движения. Крутка отрабатывается. Такая шашка сделана из алюминия. Рукоять деревянная. А еще спортивная шашка, которая используется для фехтования. Чтобы не травмировать своего товарища. Основа пластиковая труба. И утеплитель какой-нибудь смягчающий удар. Такой користый материал сверху. Чем-то укрепляется. Лентой, скотчем или еще чем-то. Укрепляется. Укрепляется. Значит, чтобы... Мы сейчас немножко забежали вперед. Отпусти ее, она сама раскопит. Начинаем с чему-то рубить. Есть такое понятие вымахера. Для этого развязка и тренировые развязки. Разминаем руку, чтобы не повредить. Давай, дворю. Покажите элементы развязки. Как тренировые порута. Разминаем руку. Рука должна быть практически ровная. Кистью работаем. Кистью работаем. Кистью работаем. Заметься. Кистью работаем. Кому это интересно, кто будет заниматься. Можно брать палочки и тренироваться. Такие элементы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...